Всем привет! В этом небольшом демонстрационном видео я покажу управление брелоком-индикатором радиации AtomSwift с помощью простых жестов. Брелок имеет встроенный акселерометр для определения своего положения в пространстве и может распознавать команды, даваемые ему перемещением в пространстве. Сейчас я вам это покажу. Брелок имеет две оси, ось X и ось Y. При вращении брелка вокруг оси X происходит управление звуковой сигнализацией. При вращении брелка вокруг оси Y происходит управление режимами работы устройства. Сейчас включена индикация регистрации каждой частицы щелчком. Мы слышим щелчки, вызванные естественным радиационным фоном. Если мы возьмем и повернем брелок вокруг оси X, мы поменяем щелчки на короткий писк. Обратный поворот вернет состояние щелчков. Еще один поворот включает тихий режим, то есть отсутствие индикации регистрации частиц. Поворот брелка вокруг оси Y изменяет режим работы устройства. Сейчас включен как сам брелок, часть которой занимается детектированием ионизирующего излучения, так и Bluetooth интерфейс. Если по какой-либо причине нам не нужна связь со смартфоном или планшетом, мы можем Bluetooth отключить и тем самым сэкономить питание примерно в два раза. Что нужно для этого сделать? Нужно повернуть его вокруг оси Y. Он издаст предупреждающий звук. Если повернуть его еще раз, то длинный звук низкого тона свидетельствует о том, что Bluetooth отключен. И действительно график перестал обновляться, то есть брелок работает только в режиме индикатора. Если мы продолжим его вращать дальше, то мы его отключим совсем. При отключении необходимо делать два оборота. Сначала он предупреждает коротким двухтональным звуком, а на следующий оборот происходит отключение. Так сделано для предотвращения случайного отключения этого устройства. Сейчас устройство выключено и детектирование ионизирующего излучения не происходит. И работает в устройстве только акселерометр, который ждет команду на включение. Для того, чтобы его включить, его нужно повернуть вокруг своей оси в обратную сторону, вокруг оси Y. Собственно, сейчас он включился. Работает детектор. Озвучивает каждую принятую частицу звуковым сигналом. Но Bluetooth сейчас выключен. И мы видим, что связи со смартфоном нет, обновление графика так и не включилось. Делаем еще один оборот. Bluetooth включился. Этим звуком он нам дал понять, что произошло спаривание с телефоном, график стал обновляться и результаты измерения отправляются на смартфон. И последний жест, который может быть полезен, если по какой-то причине произошло срабатывание индикатора на превышение какого-либо из заданных порогов. И при этом нам хочется побыстрее заставить его замолчать. Для демонстрации я использую небольшое количество бисера из уронного стекла. Вот я вызвал его срабатывание. И для того, чтобы его заставить замолчать, сейчас я подниму фотоаппарат, нужно проделать движение типа такого, которое мы делаем с медицинским термометром. Временно сигнализация отключена на срок одну минуту, либо до превышения следующего порога, либо до повторного превышения первого порога, который только что у нас срабатывал. Так, сейчас я верну камеру на место. Вот, в общем-то, и все по жестам. И еще меня спрашивали по поводу удобного способа открыть батарейный отсек. Наиболее удобно это делается вот так. Двумя пальцами раз. Открыли и батареечку при необходимости выковырнули. Всем спасибо за внимание.